Доброе утро, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, мы продолжаем говорить о том, когда и как надо начинать говорить ребенку о Боге. И сегодня мы коснемся духовных основ воспитания. Все мы знаем, что дети по природе нежны и жалостливы, незлобивы, искренни. Эти добрые качества в них еще слабые и нуждаются в постоянном развитии. По мере того, как ребенок растет, родители должны укреплять в ребенке такое настроение или чувство, которое само бы боролось с его дурными наклонностями и поддерживало доброе. К счастью, в человеке есть заложенная Богом способность оценивать свои поступки. Это совесть. Задача родителей – развить в ребенке чуткую совесть и приучить его прислушиваться к ее голосу. «Надо делать это не теоретически и отвлеченно, а опираясь на религиозную основу, на веру в Бога и на наше отношение к Нему. Без религиозной основы воспитание будет шатким и непрочным». Некоторые думают, что понятия о Боге, о добре и зле и так далее слишком отвлечены и сложны для ребенка. Однако опыт показывает, что в 3-4 года ребенку вполне доступны эти представления, если они преподносятся ему в наглядной форме, видя, например, иконки над кроваткой, крестного знамения, самой простой молитвы. Чистая душа ребенка связывает первые религиозные понятия с голосом своей совести. И так создается в нем простая, но цельная религиозность. Для тех, кто сомневается в силе детской религиозности, скажу следующее. Вера в Бога не выдумана людьми, а рождается вместе с человеком. Поэтому верить может любой человек, независимо от возраста и умственного развития. Верить в Бога может и самый простой, необразованный человек, и великий ученый. Каждый верующий постигает Бога в меру своих способностей. И по мере того, как человек развивается, растет и углубляется его представление о Боге. Потребность человеческой души вере позволяет развить веру в еще малых детях и строит на ней их воспитание. И можно только удивляться, как легко и глубоко принимают дети веру в Бога и насколько благотворно она влияет на них. Вера в Бога не только помогает ребенку бороться со своими дурными наклонностями, но она помогает ему решить ряд принципиальных вопросов, которые иным путем ему не объяснишь. О добре и зле, о возникновении мира, о цели жизни. Самое же главное то, что вера в Бога есть ключ к развитию всех положительных качеств в ребенке. Благоговение, любви, жалости, стыда, раскаяния и желания стать лучшим. Каждый родитель может на опыте убедиться, что понятия о Боге дают ему могучие средства для воспитания. Когда мы говорим о Боге как источнике всех благ и судье людей, то мы вносим во внутренний мир ребенка правильное представление о добре и зле. И делаем это, не излагая сухие правила, а являя ребенку живую личность, перед которой все люди ответственны. Это высшее существо влечет нас к добру и отводит от всего гибельного. Так ребенок усваивает понятие о грехе, как о чем-то постыдном, недолжном и подлежащем наказанию. При этом надо учесть, что понятие о грехе не является совершенно чуждым для ребенка, потому что в природе ребенка уже заложено чувство вины, стыда, смутное различие добра и зла. Христианское представление о Боге придает ясность и силу этим глубоким человеческим чувствам. Понятие о грехе открывает перед ребенком путь нравственного выбора и сознание ответственности перед Богом. «Теперь ребенок сознает, что его недобрые поступки нарушают не только требования папы или мамы, но и порядок, установленный Богом. Из-за грехи его может наказать не только отец или мать, но и отец небесный. Равным образом всякое духовное и материальное благо он отныне получает не из человеческих рук, а от самого Господа Бога». Священное Писание такое духовное состояние именует страхом Божьим и учит, что оно является началом премудрости. В наше время выражение «страх Божий» для многих непонятно и соблазнительно, поэтому нужно на нем остановиться особо. Христианское понятие «страх Божий» – это не тот животный страх, который испытывают дикари перед разбушевавшимися силами природы. Согласно Евангелию, наши отношения с Богом должны выражаться в «сыновней любви», а истинная любовь не хочет огорчить любимого. Например, добрый сын слушает своего отца не из страха наказания, а по любви к нему, не желая огорчить его. Подобным образом в христианстве так называемая «богобоязненность» связана с мыслью о Боге Отце, которого мы не хотим оскорбить нарушением Его заповедей. Таким образом, страх Божий или чувство благоговения перед Богом – это здоровое настроение, которое следует иметь каждому христианину. Это настроение ничего общего не имеет с чувством гнетущего животного страха, которое присуще многим неверующим людям, боящимся всяких несчастий, болезней или смерти, от которых их никто не может спасти. У верующего же, наоборот, это сознание своей личной ответственности перед Богом. Правильное религиозное воспитание требует привития ребенка этого чувства с самого раннего возраста. Субтитры создавал DimaTorzok